Ох, какая красота! Приветствую вас! Привет! Вы тоже участник? Конечно! Отлично! Желаю вам победы! Спасибо! Здравствуйте! Здравствуйте, Дмитрий! А не расскажете ли вы нам пару слов о своем автомобиле, о мероприятии, а возможно о вашем экипе? Говно! Я... Это второй Волгаку Марин, с его вежливым владельцем. Так, так, мы его вырежем, мы его обязательно вырежем. Приветствую, дорогие друзья! Мы с вами на Северном речном вокзале города Москвы. Сегодня 2 июня 2024 года. Здесь мы не просто так. Сегодня здесь состоится ретро-ралли на Кубок Москвы. На самом деле их будет три. В течение лета будет проведено несколько подобных мероприятий. Это первое. За него отвечает Московский политехнический музей. За второе мероприятие будет отвечать Музей транспорта Москвы. Оно состоится 14 июля на Воробьевых горах. Третье мероприятие будет уже проводить ГОН. Ну, то есть, Музей гаража особого назначения. Скорее всего, это мероприятие пройдет 10 августа и будет проведено в районе ВДНХ. Ну, где и находится сам музей. И получается, каждый месяц этого лета у нас будет по одному ретро-ралли. И по итогам трех этапов выберут победителя, которому вручат Хрустальный Кубок Москвы. Ну, на самом деле, пока еще никто не приехал, кроме организаторов, конечно. Вот подогнали такую вот заколхоженную, конечно. Ну, смотрится прикольно. Я так понимаю, в ралли она не будет участвовать, потому что в белом кружке на боку должна быть цифра участника ралли. Ну, то есть, там один, два, три, пять. Видимо, это просто поставили тут для антуража. Чтобы такие, как я, блогеры, снимали. А вот еще одна машина, которая здесь с самого утра стоит, это ГАЗ Победа Спорт. Это, конечно, реплика, потому что оригинальных автомобилей таких не сохранилось. Но их делали небольшим тиражом, делали специально для заводской спортивной команды ГАЗ. Они участвовали в реальных соревнованиях, которые проводились в 50-е годы. То есть, это машина образца 1956 года. Вы понимаете, что кузов основательно переделался, он получил другую жесткость. Здесь, кстати, коробка не на руле, рычаг переключения передачи не на руле, а он уже стоит в полу. Потом двигатель здесь. Вот здесь стоит алюминиевая головка блока цилиндров вместо чугунной. Но, мало того, она должна еще быть не только алюминиевой. Там на оригинальной версии стояли две свечи на один цилиндр. Ну, а здесь по одной свече четырехцилиндровые двигатели. Форсированные, естественно, для участия в кольцевых гонках. Дело в том, что в 50-е годы в Советском Союзе телевизоров особо не было. И мото, и автогонки собирали огромное количество зрителей. Поэтому у каждого крупного завода была своя либо мото-команда, либо авто. Ну, естественно, у завода имени Сталина своя была команда со своими болидами. У Борьковского автозавода была вот своя команда торпеда, которая постоянно соревновалась на всевозможных мероприятиях. Ну, не знаю, насколько аунтетично все, потому что, я еще раз повторю, реальных автомобилей не сохранилось. Просто их давным-давно утилизировали. А эту уже собирали по каким-то чертежам, по каким-то фотографиям. Ну, то есть, она максимально внешне похожа на спортивную версию, но это реплика. То есть, как бы уже созданная в наше время. Так, пойдем дальше. Итак, среди первых участников этого мероприятия, естественно, ГАЗ-21. Ну, куда без них. Здесь поставили на площади белую и черную. Ну, две красавицы. Пойдемте посмотрим немножко на них. Их, поскольку других участников еще нет, время еще утро, старт гонки в 11.00. А я здесь, на самом деле, с 9 утра. И поэтому пока нет ни людей особо, ни участников. Я решил поснимать то, что есть. И вот пару волк, черную и белую сюда уже подогнали. тут же налетела куча журналистов, блогеров. Пока снимать нечего. Они все крутятся вокруг этих трех автомобилей. естественно, там обошлось не без конфликтов. операторы с большими камерами им очень не нравится, когда вы снимаете для себя, а им хочется красивую картинку, чтобы в кадре никого не было. Немножко поругались, конечно, ничего страшного. Как говорится, ради красивой картинки придется и попотеть. Я так полагаю, это Волга второй серии. А там вот стоит, между ними поставили Победу Спорт, о которой я только что рассказывал. А там поставили в шикарную черную Волгу. Прям красавицу такую. Так, Победа Спорт команды Торпеда. Кстати, таких реплик не одна. Я знаю, что их существует то ли две, то ли три машины. Вот это одна из них. Под номером 22. Есть еще под другим номером какая-то машина. Это я точно знаю. Вот это стоит в Москве. Есть еще машина в Нижнем Новгороде, которую тоже восстановили. А вот и Черная Волга. Ну, третьей серии. Красавица же. Сегодня еще очень яркая солнечная погода, и поэтому картинка очень сочная получается. С погодой, кстати, повезло, потому что весь день обещали дожди, облачность, но на самом деле в Москве это не было. Дождь если и прошел, то прошел местами и не во всех районах Москвы. Ну, с погодой повезло. Плюс антураж очень красивый. Историческое здание Северного речного вокзала в Москве очень красивое. Если кто, кстати, не видел, ну, пожалуйста, приходите, посмотрите. Оно для фотографий, для селфи подходит идеально. Прям такое ощущение, что прям такая советская архитектура четкая. красивая. и как Волги, конечно, красивая. Куда же без этого. Красота же. Салон какой. Обожаю в них салон. Сделано все. Ну, главное, чтобы поменьше было колхоза. На самом деле, на историческое ралли колхозные машины особо не допускают. Здесь должны машины быть только в оригинальном состоянии. И, кстати, могут участвовать не только советские автомобили, могут участвовать и иностранные автомобили. Ну, вот как эта Татра, например. Заднемоторная, заднеприводная. Ну, такая, наверное, у нас в России единственная. Или вот такой вот американец. Ну, в основном, конечно, техника отечественная. Мы сейчас пройдемся по всем, посмотрим каждую машину. Ну, я постарался заснять все, все, что было представлено на этом мероприятии. Наверняка кому-то будет интересно. пообщался с моим товарищем Дмитрием. Он приехал на собственной машине. Вот, смотрите, и ГАЗ-22 тоже была, ну, правда, единственном экземпляре, других не было. Победа Кабриолет. Она, кстати, тоже приехала не из Москвы, где-то я... А, город Иваново. Кажется, она оттуда приехала. Я, потому что как-то ее уже снимал. И Москвич, такой шикарный, вот такого красавца я еще не видел. И покраска такая у нее классная. Он не только внешний весь, говорится, в хорошем состоянии, но и в салоне там прям просто шик. Вот участники, видите, они уже зарегистрировались и наклеивают свои порядковые номера, под которыми будут участвовать. Вот, победа, кстати, неплохая. Тоже цвет интересный. Ну, мимо такой машины не пройдешь. И вот все участники выстраиваются, выстраиваются в огромную очередь перед стартовой позицией. И там на старте они будут фиксировать их время и они должны проехать по определенному маршруту. И потом, я так думаю, они должны вернуться и по результатам вот этих всех поездок наверное будут начислять какие-то баллы, а потом выявлять победителя. Волга, Волга, красота. Тут вообще непонятно, что это за автомобиль такой. Явно не отечественный. Дальше, дальше, сейчас там пойдут машины попроще. Чаечка, заглянем в салон. Опа! Ну, красота же. Современные, кстати, машины тут не допускались. Либо отечественные советского производства, либо иностранные. Там, до какого-то года выпуска. То ли до 80-го, этого я точно не помню. Еще одна победа. И участники выстраивались, на самом деле участников очень много. И они выстраивались огромную очередь. Если кто знает территорию вокруг речного вокзала, те примерно представляют, что там на самом деле очень много дорожек. И можно всех выстроить в одну линию. Но в этот раз сделали как? Все съезжали туда ближе к реке, разворачивались и выстраивались уже перед самим вокзалом. То есть колонна была огромная. И мне предстоит все это обойти, все обойти, заглянуть где можно, посмотреть, все показать вам всех участников. Ну, кое с кем я даже пообщался. На самом деле некоторые автомобили меня очень впечатлили. Сейчас мы поближе к ним подойдем и я вам расскажу. Да, тут уже пошли такие отечественные москвичи. Там кстати будет даже запорожец. Вот английский мини. Английская классика ван англичане. Маленький такой забавный. Вот своим ходом все приехали своим ходом на ретро ралли. О, белая чайка. Тут главное, чтобы тебя не задавили. Дорожки узкие и идешь снимаешь с этой стороны почему? Потому что с другой стороны кустарник и солнце будет светить в камеру и ничего не увидите. Поэтому я аккуратно иду к набережной где стоят уже корабли к причалам. И там уже вторая колонна собирается. Вот один оконила. Так идем ниже. Так ниже ниже. А здесь тоже люди ждут своей регистрации, своей очереди. Каждому нужно присвоить номер. И вот среди этих порядковых номеров вот видите они приклеивают номера и по этим номерам кстати 408 раллийный спортивный. конечно куда без жигулей копеечки. О, давайте пообщаемся с девушкой. Приветствую вас. Вы тоже участник? конечно. Отлично. Желаю вам победы. Спасибо. Вот дальше прям настоящая красота. Сейчас я вам покажу. О, какая красота. Ну вот и самый красивый автомобиль приехал, да? Самый красивый автомобиль приехал, я смотрю. Это даже не обсуждается даже. на самом деле этот москвич тоже реплика, но он создан на основе реально существующей модели, экспериментальной модели, которую делали в Москве. Специально хотели сделать москвич турист, так называемый, то есть кабриолет с двумя дверями. Даже разработали несколько вариантов, но к сожалению их все утилизировали, потому что проект признали, потому что проект не стали ставить на конвейер, хотя изначально планировали вот такие москвич турист отправлять на экспорт в Европу. Дело в том, что москвич в свое время больше половины своих автомобилей отправлял на экспорт. Планировали, что будут ставить специальный двигатель, разработали кажется два варианта таких москвич турист кабриолет, но в серию естественно на ней не пошли. А вот энтузиасты, это кстати кажется мастерская шаманского, если я не ошибаюсь, а вот энтузиасты восстановили машину, нашли фотографии, какие-то старые чертежи, даже опрашивали свидетелей, которые как бы участвовали в создании этого автомобиля и создали вот такую реплику, как говорится по образу и подобию той машины. О, кстати, Волга графитового цвета, просто шикарная, 70-го года одна из первых. И, кстати, пошли Волги костяками, смотрите. Мы сейчас нашего друга Дмитрия найдем. Он тоже на Волге, на Волге цвет аквамарин. Волга очень красивая. Ох, 21-е, прям, ох, какая красота, в салоне, прям, шик и блеск. сегодня хорошо, окна почти у всех открыты, жара, поэтому можно везде заглядывать. Ну, вот и еще один иностранец, предполагаю, Ягуар. Так, еще какой-то иностранец, Opel. Так, тут главное, чтобы тебя не задавили. Ну, куда же без Жигулей. О, о, я вижу, 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 вижу за этой Волгой моего товарища Дмитрия. Сейчас мы с ним пообщаемся. Волга протокуется, мы пойдем пообщаемся. Вот, Дмитрием всегда интересно разговаривать. Вот он. Давай, 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 здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Расскажете ли нам пару слов о своем автомобиле, о мероприятии, а возможно о вашем экипе. Ты говно. Я, это второй Волгаку Марин с его вежливым владельцем. Так, так, мы его вырежем, мы его обязательно вырежем. Так, давайте, по порядку. Это одно из самых прекрасных мероприятий в течение года. Раньше оно называлось Гум Ралли. Гум уже не сможешь это теперь франсировать, но список участников практически не изменен. Очень красиво, музейные машины. Мы участвуем с моим экипажем уже пятый раз, можно сказать, Волки. Правда, с первого по десятый номер стартуют зубры раллийного движения. Мы не надеемся на такой высокий результат, мы надеемся на середину. Так, расскажите о вашем аппарате. Волга 2477 года, цвет Аквамарин. Сегодня почему-то этот редкий цвет здесь представлено очень много, как минимум две Волги Аквамарин здесь одинаковые, а всего мне известно шесть в Москве, включая мою. И еще есть такой Аквамарин Москвич, и еще я видел 2103. Вот попробуем их по цвету вместе пофотографировать. Ну, сейчас мы ваш аппарат подснимем красиво, но все-таки вы о нем рассказали, нужно зрителям показать эту красоту. Покажем с удовольствием. Сейчас покажем. Изначально Дмитрий эту Волгу очень долго искал. Ну, во-первых, цвет такой необычный у нее. Таких не очень много на самом деле. Такой не банальный. и рассказывал мне, что пересмотрел там 20-30 автомобилей и все в ужасном, конечно, состоянии. Кое-как он нашел вот этот автомобиль с одним владельцем. То есть, там дедушка на ней ездил на дачу раз в год. Ну, конечно, по бокам она вся была покоцана, но в целом автомобиль сохранился в очень неплохом состоянии. То есть, родной двигатель, даже крыш крыша здесь не крашеная. Она в родном цвете. Единственное, конечно, он марафет наводил по кругу, потому что дедушка ездил по даче и там по кустарникам расцарапал все боковины. естественно, марафет наводился и в этом. Марафет наводился под капотом. И у меня, кстати, есть обзор этого автомобиля на канале. Если хотите, можете найти. Ну, идем дальше. На самом деле, там разворотный круг. Все туда едут, 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 разворачиваются и выстраиваются вот в эту огромную очередь. Потом идут, получают номер, то есть регистрируются для участия в ралли, получают номер. Номер приклеивают на борт автомобиля и уже двигаются к стартовой позиции. Стартуют, там фиксируется их время. О, номер какой классный. Ну, на 21-й Волге должны быть такие номера. Мне кажется, им надо такие выдавать сразу. Какой шикарный звук. Какой шикарный звук. Горбатый запорожец. Сейчас мы обязательно до него дойдем. Я, кстати, разговаривал с владельцем этого запорожеца. На самом деле, в этом ретро-ралли горбатый запорожец был всего один. И вот этот, который проехал. Ух, какой цвет. Смотрите. Такой я еще красоты давно не видел. Классный цвет. Смотрите, а салон какой. Ничего себе. И салон под цвет прям сделан. Очень яркая, классная Волга. Даже не знаю, как цвет называется, но смотрится просто. Просто радость какая-то для глаз твоих. Услада для глаз. и Волга второй серии неплохо. Но мы движемся вон уже видно там в конце наш запорожец. Пойдем поближе к запорожецу. Все-таки тут жигулей полно, волк полно, а вот запорожец один-единственный. Поэтому надо поближе к нему заснять его. жаль, что у нас запорожцев не осталось совсем в таком хорошем состоянии. Волк, Волк, смотрите, Волк полно и 21-х и 24-х. Красота какая. Тут, кстати, тоже была одна Волга очень интересного цвета такая. Где-то я ее потерял. Ну, москвичи, куда без них. Ну, москвичи тоже здесь всех цветов радуги, какие хотите. О, и двоечка. Универсал жигули. Еще одна Волга. Вот, кстати, москвич тоже классный. Прям вообще огонь. Состояние просто. Просто загляденье. И цвет такой приятный. А вот и наш Запорожец. Вот он красавчик. Какой же он маленький. Маленький и приятный. Смотрите. резина, я смотрю, тут уже современная стоит, конечно. Но в остальном, кстати, посмотрите на номера. 965 965 Запорожец. Классно сделано. Да, малюсенький такой вообще обалдеть. О, владельцы, владельцы приехали на своем красавчике. Ну, ты самый интересный автомобиль приехал, да? Конечно. Других таких я еще здесь не видел. Мне кажется, единственную. Очень приятная во всех смыслах. Да, еще, кстати, очень сильная жара, поэтому все открывают окна, куда можно заглянуть, посмотреть, рассмотреть, как говорится, внутренности любого автомобиля. Вот так вот. Ну, я смотрю, участники продолжают пребывать. Уже москвичи поехали. Я как красного цвета. Один даже в универсальном кузове. какая-то иномарка. Ну, надеюсь, вам было интересно. До новых встреч на просторах интернета.